Мы едем с Шлиплаза. Ой, в Шлиплаза едем с... Отсюда люди едем? С Банглороу. Боже мой, никак не могу запомнить все названия. Честно вам скажу, я под огромным впечатлением. Все было здорово, все было классно. Мы погуляли, потусили, попили коктейли. Коктейли очень вкусные. Из киви. Киви-ананасик. Прям все натуральное делают. Прям свежее-свежее. Можно взять фреш, смутник. Кофе тут вкусный, в принципе, делается. А сейчас мы прям летим, летим домой. И мне захотелось вам заснять именно ночной Таиланд. Чтобы вы посмотрели, какой он на самом деле. Ну, сейчас мы едем по самой-самой классной улице в нашу Шлиплазу. И, в принципе, приезды, я так понимаю, минуты... Минут пять, наверное, будет всего лишь. Потому что тут недалеко. Но мы просто так находились, мы устали и решили поехать на машинке. Тут машинки такие открытые. С нами Илюшка едет, Антошка и Анютка. Ань, как впечатление? Устала. Устала. Я тоже устала, если честно. Но усталость такая приятная. Вот. Сегодня еще сходили на массаж. Тайский массаж, хочу сказать, что очень красивый массаж. Такой прям... Вас не просто проминают. Вас еще и твнут всяко-разно там. Ваши косточки врустят. Тоже очень приятно. Я после этого массажа часок шесть, наверное, просто вырубилась, проспала. Потому что вот такой сильный массажик был. Хороший. Вот. Движения такие классные, глубокие. Так. Это мы уже поворачиваемся, чтобы уже будем на месте. Ну, очень красиво. Если честно, я пожалела, что я сделала путевку на тренадий месяц его. Я бы, наверное, месяц прожила. Но тут, конечно, если ехать на месяц, то это можно работать. Тут отличный интернет. Но, конечно, надо делать загранки детям. У меня у старшей есть загранпаспорт, а у младшенькой нет. Общается. Из-за этого я надолго не могу уезжать. Потому что сначала надо младшей сделать заграночку. Очень много всяких магазинчиков на каждом шагу. О, как сказать, даже салоны массажа, одежда продается. Очень классная кафешка. И везде есть и японская, и китайская, и русская. И русская даже можно найти. Даже на нашем рынке, в ночном, около отеля, так и написано пельмешки, как дома. Представляете, прямо русскими буквами. И русских людей тут очень много. Мы пока гуляли, мы их там встречали, их разговаривали, обменивались впечатлениями. И, вы знаете, они в дискотеку проехали. Вот, конечно, да. Здорово, классно. Я поездила еще в Айланд. И хочу задать, что это такой отдых, который вообще ни с каким отдыхом предыдущим. Ну, лично вот для меня не знаком, не похож ни капельки. Если честно, я очень довольна. Я тут всего лишь два дня, но впечатлений уход отправляет. Вот, мы уже едем три минуты. Очень-очень красивый город. И я думаю, что минут пять. И вот, представляете, вот цены? Цены абсолютно недорогие. Единственное, что на Косове-Косовском облаконе там много всякой чуши предлагают непонятной. И я как-то немножко даже в шоке была. А не готова. Вот. А так, в принципе, очень красиво и недорого. А сколько у нас коктейлей уходили? 62? Да, это сколько рублей? Ну, да, где-то так. 150 рублей можно обалденно большой. 600 миллилитров коктейль купить. И можно и поужинать, между прочим. Потому что он очень такой, могу сказать, больше крупных, чем жидкости. И наедаешься, и слегкой. Вот. В каждом отеле везде есть и жмецкие столы. Разные ручки купили и крупные шеи. В общем, круто, круто. Вот такой Таиланд. Очень узкие улочки. Правила движения тут вообще не заклюдают. И вообще, как даже сказать, тут опасно очень дорогу переходить. Почему опасно? Потому что они особо-то не останавливают. Среди смотрят, потому что нам они едут. Пришкодам не хорошо так относятся. И поэтому надо будет очень уйти. Нужно быть еще. 500 машин. Такое тут вообще круглосуточно. А вот эти люди, где все работают, что я так понимаю. Ну вот, допустим, с утра очень сложно найти обед. Да? То есть, когда вот вы видите, все, что-то хотите, можно приобрести. Можно купить. Есть рынки, где прямо при вас готовят. Классный был так. Тоже как-то здорово. Ну и в чиприке, конечно, хоть и попляют. Все очень красиво. И люди тут не разбалованы, я так понимаю, на деньги. Они, вы знаете, тут даже очищенные франаты продаются. Потому что, ну, вот, мне что-то купили. Тут очень сильная конкуренция. Тут, я не знаю, каждый сантиметр у нас такого точка. Лаверок. Очень много машин передвигается. И они как-то конкурируют. Стараются что-то вот продать вам. Заблесть чем-то, да? То есть, они вам уже и фрукты все покрошат, и гранаты почистят. И заргут из семечки, достанут. То есть, они тут очень не разбалованы и очень предолюбивые. Ну что ж, мы практически, практически доехали. Смотрю, как мостик проезжаем. Тут еще распространено очень вот эти все мотобайки. Тут очень много байкеров, даже когда спишь, и как нас слышно, как они везут, проходят. Да, и посмотрите, вот, сколько их много строит. И их всех приехали, да? Вот мы приехали домой, на наш рынок.